иметь, кроме как из тюркского языка, представьте себе, все европейские народы. Потом он 600-страничную книгу «Тюркский период европейских народов» написал, «Тюркоязычный период европейских народов». И вот сейчас я смотрю, огромное количество появляется людей, так или иначе ставящих под сомнение вот все эти мифы о том, что славяне там все определили, или другие какие-то народы. И вот удивительное дело, русскоязычный, вдруг я зашел на сайт новой хронологии, в разделе «Полемика», русскоязычный читатель вот этой новой хронологии и всякого прочего, он говорит, я тут взялся прочитать «Одиссею», «Илиаду Гомера», и вдруг оказалось, что все действующие лица, все действующие герои Гомера, это тюркоязычные, тюркоязычные наименования имеют. Они имеют наименование по своему, что называется, характеру некоторой, по своим профессиональным там или личностным качествам и так далее. Но практически всех рассмотрел и утверждает вот это. Каждый раз, говоря о том, что же такое этимология, люди совершенно верят тому, что это греческое слово, означающее и происходящее от якобы греческого слова «итимон» – «истина». Я всегда задумывался над тем, почему вот слово «истина», какое оно имеет отношение к поиску происхождения слов. И вдруг до меня совершенно неожиданно опять же зашло, что слово «ятим» – «сирота». И когда «ятимология», когда поиски происхождения сироты, его родителей, и есть потом перевод вот этого смысла, что называется, уже на поиске происхождения слов. Но самое слово «родитель» – «род» и «тель», то есть то, откуда, из какого рода он, и на каком языке он говорит. Слава Всевышнему, что называется, что мы рождены с генетической памятью о том, что мы тюркоязычные народы. Татары – это ведь тартар-ары. Тартар-ары, он протянет всех, свой народ, что называется, до любых границ. Мы поэтому от Тихого океана до Атлантического океана так и добрались, слава Аллаху. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь языка «северный американцы» и «днец». Проделаны только два слова. «Багана» – совершенно понятно. И «бакалар». Помните, да? Бакалар. Он выпустил к нему татарская топонимика, вернее, топонимика Мещеры. Это упрек исторической науки. Вообще о Мещеряках очень мало пишут. Мы о них не знаем ничего. Это народ, который не изучен и который просто в пути его исторически развития хотел бы узнать больше. Где Мухаммад? Идет. Барат. Рахмэн. Рахмэн, Ханит, Аханда. Рахмэн. Рахман. Рахмэн. Но, особенно китапы, они говорят, что каны йоги. Китапы, то есть басалган свист, басалган фикер, уже доказаны. Она может опровергать, пытаться, но это уже написана книга, это уже истина получается. Тем более истина, против истины, тут уже говорили, не попрешь. Потому что истина – это правда. А правда, где бы как бы ни была спрятана, навсегда имеет смысл выйти оттуда, где ее спрятали. Ну, почему не встречаются, скажем, вот, широкие научные круги, вот, Муратаджи, его книги, о них печатаются хорошо, вот это Академия наук, кто там напечатал его книги, да? Ну, спасибо сказать, значит, это частичное признание правоты Муратаджи. Но это, он 20 лет работал над этим. Но, надо сказать, он не один работал. Там многие историки работали в этой же части, но не так глубоко. Глубоко не так, никто не копал до него так глубоко. Ну, правда, в 70-х годах Нурихан Фатах копнул еще дальше. Он прочел критскую письменность, которая датируется четырьмя тысячами лет назад. И он доказал, что этот самый критский письменность на тюркском языке. Ну, вот эта его статья была напечатана в Казаново в 76-м году. Но книга, по-моему, не вышла. Он уже умер где-то лет 20 назад. Ну, рано шел, конечно. Но вот он, я считаю, он впервые протонил дорогу. Ну, Муратаджи, он широко шагнул. Он напечатал и сразу в книги, сразу стали покупать. И только там татары, любители истории. И все стали читать его книги. И тут, естественно, там поднялась волна. Ну, одни против. Как же так, тюрки, как-то тюрки. А другие, конечно, за. Но я вижу в этом споре Муратаджи бесспорно. Ему победа. И он победил. Вот, в этом году я издал книгу. Она называется «Топонимический словарь Мещеры». Мещер Топонимикаса. Но здесь я рассматриваю просто Мещеры. Мещерский край, но Мещеры, сама по себе, это большая территория. Это не только Горьковская область, и Владимирская область, и Московская область, и Калужская область, и Тульская область. Это, то есть, огромная территория центральной России. И я смотрю, все это Топонимикаса, все это названия имеют тюркские основы. Тюркские, татарские, мещерские основы. Потом, я изучаю Топонимикову, шагнул дальше. Тот, этот, Смоленская область, тот Киевская область, Днепропетровская область, и в Молдове. Там тоже тюркские названия. Если, так, если бы я только занимался этим, и дальше можно было бы продолжить, и во всей Европе, в Восточной Европе, все Топонимики, то есть, все названия, географические названия, которые не переименовались, конечно, они имеют тюркские основы. Это, конечно, вот я тут с этой книгой пошел к этому, исторический институт Российской Федерации, встречался там историком Андрея Николаевича Сахарова. Я говорю, ну вы обещали мне написать этот отзыв на мою книгу. Он мне обещал написать, до того, как я не издавал, еще была рукопись. Он мне сказал, говорит, вы издайте, но я не могу отзыв писать на рукопись. Я говорю, хорошо. Когда издал, я позвонил, приехал к нему, принес книгу, передал ему. Я говорю, ну, он так просмотрел ее, так этот, и говорит, а я не специалист. Доктор наук, он не специалист. Он говорит, я передам, у нас вот есть отдел географической истории, там Аверьянов занимается этим вопросом, я передам ему, он специалист, он написан. Я говорю, хорошо. Я потом связываюсь по телефону с Аверьяновым. Аверьянов, он говорит, я тоже не специалист. Я говорю, а что же у вас, нет специалиста по топонимике? Получается, что нет. Я говорю, ну, я понимаю, конечно, вам сложно, потому что вам надо через свои труды перешагнуть, надо, то есть признать надо, ваши труды, все это ложное было. Ну, кто же может это признать? Как он работает в институте, занимает отдел, начальник отдела, как он может сразу отказаться? Ну, естественно, он не может отказаться. Я говорю, ну, я вижу, русских корней в этом месте нету до 19 века. Ну, это не даром же в Кремле вели раскопки, археологи, все до 19 века, они не принимают, ничего не пишут. Вот после 19 века, там уж появляются русские, вот они уже пишут, вот, нашли, там, этот. А до того, что было, они об этом ничего не пишут, потому что до того ничего русского там нету. Ну, вот, и понятно, что это, нет, это самое, я говорю, ну, простите, но у вас же нет этого, ваших корней здесь. Он говорит, ну, как же, вот, смотрите, вот, приток реки, реки Пахра, правый приток, Десница. Я говорю, ну, а даже Десница-то, знаете, это могло быть переименовано еще. А как она до того называлась, когда назывался приток? Не знает, он не знает, не говорит, я не знаю. Он говорит, ну, вот у нас есть курганы на севере. Я говорю, курганы, они все тюркские, курганы никак не могут быть, какие-то славянские курганы. Это все тюркские курганы, так что никаких основ у них нет. Не, да? Ну, я думаю, что подарю Мурата Аджи сам, ну, что же остается делать, раз он сюда не приехал. Я ему написал великому терку от бедного татарина. Добавить две минуты. Добавьте ему еще две минуты. Дайте ему еще две минуты. Хорошо. Рахмян, Рахмян. Я думаю, что мы еще увидимся, услышимся. У Тимышев Ильдвард Устамович есть у тебя? Да, пожалуйста. Доктор технических наук, академик, много почетных титулов. Я представляю, ну, помимо того, что сказали, я возглавляю Межлист татарских Мурс. Московский, дворянское собрание татарское, которое было возрождено 7 лет назад. Движение началось 20 лет назад. Но Москву мы создали межлист 7 лет назад. Что бы я хотел сказать? Действительно, мы обсуждаем очень важную проблему, которую посвятил свою жизнь Мурат Аджи. Это проблема тюркских народов, истории тюркских народов, роли и значимости тюркских народов в современном мире. Действительно, тюркские народы, они сподвигли, в общем-то, многие народы мира на глобальные изменения. Это было, началось, может быть, с незапамятных времен, я не знаю. Потому что из пули муститые историки, наверное, вы тоже знаете, это Дамир Исхаков, Лев Гумилев, которые, в общем-то, я думаю, в той же резонансной конве писали свои труды. Они не принижали значимости тюркских народов, они показывали роли и значимости. Это, наверное, началось до нашей эры, в период формирования всего тюркского этноса, суперэтноса, когда еще, может быть, и не было отделений других алтайских групп, монгольских, манчжурских. Но тюркская, она всегда была доминантной, потому что они заселяли все эти обширные территории, и Сибири, и современные Монголии, и всего северную Китай, вплоть до Пекина. Ну, исторически, хронологически, который прослеживается, документально подтвержденный, это поход Атилы, который тоже, по сути дела, был тюрок, но возглавил многие народы, многие пытаются его причислить себе, там, и венгры, и монголы, который дал начало другим тюркским народам. Это от Гоннов пошли, Болгары и так далее, уже пошли современные татары и кумыки, вот эти близко-рослые, северо-западные народы. Действительно, тюрки, они произвели смену исторических формаций, то есть рабовладельский строй, античный мир был разрушен, потому что Атила заставил германцев двинуться дальше на Римскую империю, в общем-то, она была сокрушена. Затем, прошло 800 лет, опять, в общем-то, в Европе намечался колоссальный застой, и возник в степях Монголии великий хан Тимуджин Чингисхан, который двинул свои многочисленные, ну, не буду говорить Орды, Орды – это тоже армия своей войска на запад. В основном это было кипчакских компонентов, потому что эту территорию заселяли тюркские народы. И, в принципе, он дал начало новой эре, новым династиям империи, просуществовало много лет. Ну, вот этот северный Чагатайский УЛУС – это территория современного нашего евразийского пространства. В прошлом это Советский Союз, это Российская империя. Мы являемся прямыми правоприемниками этого большого государственного образования. Что интересного тогда было изобретено? Ну, во-первых, касаясь истории России, была прекращена эта многолетняя кровопролитная междоусобная борьба русских князей, потому что хан Бату, внук Чингисхана, он эти земли объединил, создал единое государство и создал жесткую границу на Западе, тем самым защитив все этносы, проживающие на территории, от ассимиляции и католической христианизации, потому что все народы сохранились. Вы знаете историю Восточной Европы, Восточной Пруссии, Прибалтики, Восточной Германии, которые заселяли славянские народы, было Сорбское государство, которое исчезло в 15 веке. То есть там вариантов было, ну, не было никаких вариантов. Вы прекрасно знаете, что такое западная колонизация, что происходило с народами Северной Америки, тотальное истребление практически, колонизация Южной Америки, то, что происходило безобразие в Индии, но там страна все-таки достаточно развитая была. Опять же, благодаря тому, что потомки Тюрок, хан Бабур, в общем-то, заложил династию Великих Моголов, и они правили в этом государстве. Мамилюки в Египте тоже, потомки Тюрок, тоже правили в Египте и, в общем-то, Северная Африка. И вот это, ну, я буду возвращаясь в историю нашей страны, они создали государственную систему, много было взято и из Китая, потому что, вот чем был велик Чингисхан, говорят, что это был великий разрушитель, это был великий созидатель. Он сохранял, во-первых, культуру, сохранял языки, сохранял знания, он собирал всех ученых людей, врачей, учителей, инженеров и вывозил их туда, в Монголию, в Ставку, потому что наука и технологии развивались. Он никогда не преследовал людей по религиозному языковому принципу. Всякое такое преступление, он считал величайшим преступлением, казахарало смертной казнью. В государстве Чингисхана, Батухана, была веротерпимость, и когда строился новый город, всегда ставили четыре храма. Ставился храм мусульманский, потом, позже, где-то в XIII веке, в XIV веке монголы приняли буддизм, буддийский храм. Ставился, была мечеть, строилась, естественно, потому что это была титулная религия государства и синагога. Поэтому вот этот принцип веротерпимости сохранялся так же, как и в Индии, когда первый правитель Индии покорил. Ну, в Дели был создан султанат. Он взял жены четырех женщин. Он взял, ну, естественно, мусульманку, как он был правнук Улубека, внук Улубека, правнук Тимура. Он взял жены индуистку, представительницу буддийской религи и христианку. То есть это вот именно такой консолидирующий фактор тюркских народов. Говоря о самих русских, ну, вот мы говорим, что мы татары, нас, в общем-то, не так много, которые могли бы назвать себе этнически чистыми татарами, ну, наверное, шесть миллионов. Эта цифра, в общем-то, не меняется, наверное, на протяжении ста лет. Но, если взять смешанные семьи, ну, наверное, нас миллионов пятьдесят. И этот процесс идет тысячу лет со времен Болгарского царства. Отмечу, что Болгары были первым, единственным государством. Это было тюркское государство, которое приняло ислам добровольно. Все остальные государства, вот и на Кавказе, и в Средней Азии, это все, в общем-то, ну, таким военными методами насаждалось, ну, приняло ислам. И поэтому говорить, что вот... Ну, совсем так. Ну, в массе. Ну, то, что вот касается вот в России, в общем-то, ну, наверное, почему в России возникают проблемы и с Западом, и с другим, ну, то, что также тоже Чингисхан, судя по всему, видимо, Ивана Грозного в какой-то мере западные, как бы, советчики сподвигли на большую войну, потому что и Золотая Орда, и русские княжицы всегда были, как бы, двуязычными, ну, на европейской территории. Монеты чеканились на двух языках. И вся эта вот Куликовская битва, говорят татары с русским, ничего подобного. Это была гражданская война, столкновение, как бы, с сепаратистами, которое представлял Мамай. В его войске были также и русские, и были и генуэзсы, и литовцы предполагались, то же самое, как со стороны Ивана. Дмитрий Донского были татары. То есть Дмитрий Донской, как бы, выступал не как защитник русского государства, а как защитник конституционного порядка Золотой Орды. Вот, поэтому все проблемы, они генетически проникли и в кровь русских, и поэтому нас не понимают, потому что у нас другая ментальность. И вот у русских тоже, они, в общем-то, понимают все-таки по-своему, потому что мы здесь жили, долго жили, были соседними, когда-то воевали, когда-то были добропорядочными, но мы сохранили вот эти все суперэтносы, это тоже пошло от, все эти мелкие этносы, все это пошло от, будем говорить, тюркских народов, с кем-то Волжской Болгарии, которая владела землями довольно достаточно обширными, поначалу. Там жили и удмурты, и морейцы, и чуваши, и мордва, и все эти народы, они сохранили свои языки, культуру, традиции. Вот представьте себе, как бесписьменный народ в течение тысячи лет может выжить, это практически невозможно, но это оказалось возможным, потому что вот именно такая высокая толерантность была у тюркских народов. И вот то, что сейчас происходит в мире, ну, в общем-то, я думаю, наверное, назревает другая пора, все-таки, наверное, что-то произойдет здесь, и я думаю, что должна быть консолидация и тюркских народов, и вот всех тех, которые здесь есть, конечно, тут не надо представлять, что вот православная религия, так сказать, ведущая, это неправильно, конечно, я согласен с вами тоже, но наша страна, вот великая страна, если мы берем Россию, это всегда был тюрко-славянский этнос, это очень, так сказать, такое сложное и уникальное явление, ну, в массе, я говорю, и это исламо-христианская страна, если вот мы, скажем, исходили из этих позиций, и в мировом пространстве, я думаю, у нас было бы меньше проблем и взаимопониманий с нашими южными соседями, и, в общем-то, в противостоянии, как говорится, с Западом, который, в общем-то, ну, никогда нам не был другом, но когда мы сильны, а мы сильны, когда мы едины, когда мы, в общем-то, друг друга поддерживаем, это, конечно, большая беда, что мы потеряли наших тюркоязычных братьев в связи с развалом СССР, когда мы были вместе, в общем-то, и это действительно был бы такой суперэтнос, и это действительно была большая величина, но, тем не менее, в общем-то, мы присутствуем, мы, я думаю, сильны, потому что в последнее время высокая тяга и интерес к нашим историческим корням, к возрождению языка, культуры, ну, могу сказать, конечно, не все так просто, к сожалению, к нашему великому сожалению, но, в общем-то, у нас в связи с развалом и страны, и, в общем-то, многих связей, у нас еще происходит такое страшное явление, это разрыв поколений, вот мы должны приложить большие силы, чтобы объединить всех, так сказать, и молодое поколение, потому что, ну, народ жив тогда, когда он, в общем-то, хранит память, когда есть преемственность, вот это мы должны за этим следить, вот мы в дворянском собрании как раз пристальное внимание обращаем, наше дворянское собрание строится, в общем-то, я бы сказал, даже не столь по национальному признаку, потому что у нас все наши дворянские династии, династии Мурс, династии князей, и вот, я бы сказал, и кумыкские, и карачаевские, у нас есть в нашем менеджерисе карачаевцы, я приглашаю, в общем, всех представителей тюркоязычных народов, а мы практически говорим на одном языке, у нас, в общем-то, я бы сказал, даже языковые родители тоже включатся, если есть представители, которые могут дать какую-то доказательную базу, в своем роде, мы рады будем принять их в наш медлиц и продолжать совместную работу. Спасибо. У нас есть желающие, поднимите руку, пожалуйста, на свободный битвель. Я хотел только добавить, что мы отдали Чингисана китайцам, там строят новые города, там сидит бабай такой, благодушный, дети там играют, у подножия памятника Чингисхану, а мы как-то великого нашего предка сторонимся и считаем, а он действительно великий созидатель, одна ясль Чингисхана, это первая конституция человечества. Представьтесь, пожалуйста. Салам. Мне зовут Дадашев Сулейман Шабанаглы. Я гражданин Российской Федерации, значит, родом я из Советского Союза, из Азербайджана, но 80-го года я живу на Украине, потом живу в Российской Федерации, по образованию я политработник и юрист. Второе образование у меня Московское государство юридическое образование, первое Симфероборское высшее военно-политическое училище. Сторонник президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, потому что считаю своим долгом это отметить, чтобы никого не вести заблуждение. Сегодняшнее наш, сегодняшнее это общение тоже один из результатов с моей точки зрения, что вот мы живем в таком государстве, где мы себе позволяем. Очень хорошо, что мы начали это хорошее мероприятие с чтением Корана, благословили нашего уважаемого Мурада Джи. Значит, тут у меня несколько пунктов и большая благодарность моему же другу, потому что я второй раз вижу сегодня уважаемого Гаяра Ахметовича, но я с полной ответственностью могу сказать, что он же мой друг по той причине, что он пригласил мне на такое хорошее мероприятие, посвященное книжку я держу Мурада Джи «Европа, Турки, Великости». Несколько слов скажу, как эта книга мне... Я как познакомился с этой книгой, у меня друг еврей Георгий Карасов в 2004 году он мне сказал, что слушай, а он зомбакинец и больше, как сказать, знает даже традиции и культуру азербайджанцев, чем я. Я являюсь азербайджанцем, меньше знаю. Он говорит, ты знаешь, я считаю, что я кипчак. Как это? Георгий говорит, вы же еврей. Нет, я кипчак. И вот он, оказывается, познакомился в Мурададже, прочитал его все книги, да, и он говорит, что я кипчак, потому что у меня фамилия Карасев. А как переводится? Кара-цу, черная вода. Поэтому я вот, хочу сказать, что вот, видите, как действительно предыдущие выступающие, они ученые в области истории, хотя у меня тоже первое образование Симферопольское большево-политическое училище, там история, там все это дело, но большое спасибо, я очень много здесь познал, записал, вот мой тут коллега выступил, тоже очень хорошо, тут про историю много рассказывали. Огромное вам спасибо, что я нахожусь вот в таком прекрасном мероприятии, что я хотел сказать, действительно, говоря вот о культуре турков, татаров, да, действительно, мы сегодня испытываем определенную, будем говорить, нехватку информации по той причине, что, как было правильно сказано, что наши гены позволили нам сегодня, как сказать, жить, работать и достигать определенных результатов в этом обществе, да, по той причине, что вот если мы не были бы турками, да, не было бы, вот, может быть, такого успеха. Я вот, после того, как я прочитал, не до конца, брать не буду, не до конца книгу, уважаемый Рададжи, я тоже начал искать свои корни, и вы даже не поверите, я в 2012 поехал в Эрзерум, тогда в Турцию, и я вот в результате исследования я так примерно понял, что я наполовину Кипчак, наполовину Талыш, Талыш это у нас в Азербайджане, в горах, а Кипчак, соответственно, это великая сеть. И вот побыл я в Эрзеруме, значит, полетели мы в Стамбул, в Эрзерум на самолете, и там тоже вот удивительно, тоже, я считаю, что это заслуга Мурада Аджи. Второй день в Эрзеруме мы начали ходить вот по старому, он сам по себе старый город, Эрзерум, да, и начали ходить. Поднимаемся мы в гору, чтобы попасть в крепость, там есть крепость, как во время войны, русско-турецкой войны, они сделали защиту, и вот попался нам один турок местный, эрзерумский, и он подходит, говорит Салам, Салам, говорит, вы приехали сюда, там для того, чтобы ознакомиться со своими карными, откуда вы знали, что вы в мысли читаете, что ли? Ну, это долго рассказать, он нас повел, показал вот Эрзерум, и я, значит, понял, что действительно, вот я не ошибся в своих исследованиях, что я перечисляю себя вот в этой культуре. Поэтому, долго ваше внимание не буду, значит, задерживать, во-первых, огромное спасибо, что в своей книге уважаемый Братаджи говорит про Азербайджан, где сохранилась культура, вот, турская, действительно, это есть, там, Азербайджан всегда, вот, с уважением относился к своей истории, всегда был толерантным, это нас всегда объединяло, я имею в виду всех нас турком, мы были всегда толерантными, там живут много представителей разных национальностей, народов, и, соответственно, большое спасибо, что своей книге уделил внимание, соответственно, я от своего имени, от имени своих единомышленников желаю Мурададжи большое крепкого здоровья, желаю, чтобы он дальше находил у себя силы, возможности, проводил исследования, потому что его исследования нужны сегодня, нужны будущему поколению для того, чтобы построить правильный мир. У меня есть друг, туркмен, очень такой, младше меня, но он очень такой мудрый человек, и он приводил мне много примеров из, вот, из туркменской культуры, да, я ему тоже рассказал про Мурададжи, он говорит, что мы должны своей культурой двигаться вперед и тем самым показывать, что мы являемся турками, татарами, почему? Потому что мы толерантны. Наши толеранты заключаются сегодня в том, что мы должны, вот я здесь своем личном мнении скажу, что вот должны всегда объединять другие народы, почему? Потому что действительно мы хотим, чтобы мы были сильными в этой стране, сильными духом. Почему? потому что именно это позволит нам преодолеть те проблемы, которые у нас есть в обществе. А в обществе у нас очень много проблем, вы знаете, да, вот я больше 10 лет тоже несколько слов скажу о своих заслугах, тоже благодаря депутату Шапошу, по Валерию Иосифовичу мы оказываем бесплатную юридическую помощь, да, я считаю, что вот как юрист, мои коллеги тоже меня поддерживают, нам надо больше упор делать вот на юридическую составляющую, потому что там, где есть доказательства, там будет меньше вот проблем, которыми мы можем сталкиваться. И я вот я соглашусь с моим коллегом, да, с уважаемым Дагером, извините, который сказал, что защищая свои права, действительно мы не нарушаем ничьи права. И здесь мы должны действительно делать упор на то, чтобы знать свои права и обязанности, чтобы нас услышали и мы могли сказать свое слово. И последнее, что я хотел бы сказать, что если мы хотим добиться того, чего мы хотим, и вот где-то год тому назад я слышал вот из телевизионных передач, что один из журналистов выдвинул такую идею, что необходимо подумать о создании геополитического союза между Россией и Турцией. Я думаю, что сегодня, если мы говорим о Мурададже, его можно перечислить именно автору вот этой идеи, потому что действительно, если посмотреть, я не зря привел Арзеру и Россию, да, вот Россия мне дала два бесплатных высших образования, я вот благодаря этому сегодня я хочу превозносить это вот слово Россия, да, вот я сам Етим, было сказано здесь слово Етим, да, а вот я стал, получил два бесплатных высших образования, я могу затеряться там, где-то в Азербайджане, понимаете, да, и не стоял перед вами, но именно вот российское, будем говорить, вот это образование позволило мне вот особенно второе образование вот стать перед вами, поэтому нам надо подумать, чтобы как-то вот сблизить вот наши культуры, наши понимания, тем самым создать вот единое культурное пространство, которое не позволит, чтобы нас расшатывали и делали с нас ровно, потому что правильно было сказано, что Запад не заинтересован в том, чтобы здесь была стабильность, а не заинтересован в том, чтобы нас всегда драли. Спасибо, удачи, до сих пор. Я хотел сказать гости из Азербайджана, у вас есть чудесное место называть Щехи. Я там был, это объект мирового туризма, так что у вас большие перспективы. Так, желающие есть? Поднимите руку. А вопросы есть? Вопросы, пожалуйста. А вопросы там все нет? Я не знал, что он идет, я думаю, что он идет, но вы подойдите. Вы, пожалуйста, подойдите. Коротко, потому что у нас есть желающие, у нас. Нет, ну пожалуйста, если кто-то хочет. А вот, трибуна. А, пожалуйста, трибуна. История это мое хобби. По первому образованию я еще был геронист, а по второму по ходу работы свои 44 года в институте международного, в министерстве международного. 44 года проработал экономист международный и так далее. Но историей и особенно историей своего народа я интересуюсь, можно сказать, со школьной скамьи. А тут, когда, по-моему, два года назад здесь встреча была тогда, уважаемый Мурат здесь сам лично присутствовал, ну, я вдохновился его, так сказать, те выступлениями и прочитал и по книги Полынь Половецкого поля, потом здесь книга цитировалась Европа, так сказать, и Степи, где там очень подробно было, ну, как бы продолжение вот этой Полыни, книги о Полыне Половецкого поля. Значит, и до сих пор я слежу за мыслью о том, как освещается хотя бы в общих чертах, что ли, история Тюрка, значит, ну, сам я националист татарин, родители стопроцентные татары были, вот, ну, я не знаю, кому, собственно, рисовать эти вопросы, вообще-то, к Мураду, конечно, ну, хотелось бы, вот, можно и вас, так сказать, дать пищу для размышлений, что ли, или ваше мнение, может быть, вы скажете, но сейчас я обзавелся этим вот ноутбуком и регулярно смотрю, вот что же в интернете пишут, например, и часто стали попадаться интересные сведения всякого рода. Тут, значит, я наткнулся на такую фразу Льва Гумилева, вообще-то мой, я бы сказал, кумир в части истории, там, значит, такая фраза, приводится его, что в 11 веке на различных наречиях, я цитирую по памяти, на различных наречиях тюркского языка говорили все народы от лазоревых волн мраморного моря до лесистых склонов Карпат, да, вот, до джунглей Индии, а Бенгалии и Великой Китайской Стены. Вот в этом плане разрезе вот у меня возникают вопросы, собственно, хорошо, говорили, и Аджим Рад в своих книгах тоже он, так сказать, много посвящает вот это, а с тех пор, с 11 века, вот эти народы, которые говорили на разных наречиях одного и того же языка тюрк, куда же они делись? Насколько я вспоминаю из его книг, он все время таким, каким-то призывом обращается к читателю, говорит, вот были народы такие-то, вот тюркские, так сказать, они теперь где-то в Европе осели, уже на других языках общаются, и он говорит, я вот жду, когда же у них проснется их дух или там совесть, они заговорят на своем родном языке. Вот, и у меня вопрос, с 11 века, если все люди, так сказать, вот который, ареал, который, значит, куда же они делись-то? По Николаю, они делись. Они там же и живут. Они там и живут. Только не потом больше. Но на тюркском языке они, правда, вот этот, вы знаете, депутат, от Татарстана депутат, хороший человек, который пять книг написал от Натилы до президента, значит, до Атома, да, татары и евреи, значит, так называют, Сибхатуллин, Сибхатуллин. Знаете, да? Вот предисловие, значит, одной из своих книг, он там приводит такую, значит, вещь, что когда отмечалось полтора тысячи лет существования Киева, да, выступил священнослужитель и на татарском языке сказал, Ходай Алленда Кешенен, значит, Кюгеле, Ачек Тарсен, я так, смысл передаю, потому что я запомнил. Значит, и вопрос вот этот вот, Киев, на разные лады объясняет, вот тут, уважаемый говорил, что вот как расшифруют слова там, Киев, Киев, там, и так далее. Понимаете? Киев взять, Киев взять, Киев взять, Киев взять, Киев взять, ну, Киев взять, ну, каждый по-своему объясняет, кто, говорит, Киев, значит, от Киева, ну, я сейчас не хочу, другие, значит, вот, хорошо, вот он, значит, ну, я изучал венгерский язык, например, да, в венгерском языке и в тысячелетии в Венгрии стоит, кто был в Будапеште, видел, наверное, значит, такой большой, этот самый памятник, обретение Родины, значит, у венгров 896 год считается годом обретения Родины, у них термин такой, если они отмечают, и в части этого поставлен, значит, большой в центре, и там два князя верхом на лошадях, которые привел Арпад, значит, на Дунай, под одним написано Таш, имя, значит, а под другим Тетень, ну, Тетень, Таш, это тюркские слова, я, когда уважаемый Мурат здесь был, вот, я ему тогда это задал вопрос, он как-то вот так-то общий, так сказать, конкретно не ответил, я говорю, как это объяснить, вот, что эти тюркские племена, князья, они вместе с этими, значит, украфинками, венграми, значит, сюда пришли, оказывается, да, было время, вот я-то читал, в этих самых книгах этого самого, помянутого депутата, там действительно, да, был такой момент, когда тюркские, значит, племена, были же ведь, куманы, кодекс куманикус известен, так сказать, да, всем, это половцы, половецкие, словарь такой типа, который в этом самом, насколько мне извиняется, в риме хранится, а венгерские, безусловные куманы, эти куманы, значит, половцы называют они, и великая половецкая степь, то есть, венгерская степь, вот это вот пограничные, восточные районы, теперешней Венгрии, там же было вот, хайту, бессерми, хайтути, тире, бессерми, до сурманы, значит, там, да, значит, ну, вот таким образом мы немножечко подходим, понять, как оказались, вот часть, значит, половцев на территории Венгрии, и в венгерском языке много есть таких тюркских слов, только там, вот третье, другое, ну, она, ата, они производятся, аня, атя, там, сака, беляш, болта, ну, и так далее, лаума, там, и так далее, много таких, но это объяснение еще можно найти, то есть, когда была великая Венгрия, так же, как же была великая Булгария, значит, венгры общались, они же, выгодцы, считаются, из района Ханты-Манси, где-то проживают там, они общались, общались, между, качуи и племена были, и воспринимали от соседних, значит, народов, которые, скажем, занимались землетельем, вот, они эти слова, и другие слова, они воспринимали в свой родной язык, значит, я сейчас немножко мысли под реву растекаюсь, извините, мне просто хочется второй вот вопрос, такой, вот, сейчас заговорили о Генетисе татар-евреев, я милочку, я в этот ролик наткнулся, вам известный Джемаль Гейдар, который, значит, возглавляет, да, и он в беседе с татарским, историком, этот, Айсин, там фамилия была написана, он поднял эту самую тему, говорит, вы знаете, сейчас, говорит, вот, что-то как, типа, ну, моды-не-мода, а, почему-то, тяга пошла, это же, это, депутат, написал же книгу татар-евреев, правда, о евреях-то, каких, речь идет о восточно-европейских, как вот Ашкинас, знаете, восточные евреи, с ним якобы, все это, генезис какой-то был, или там связи были, и сейчас, Татарстан, он упомянул, значит, вот, тянется, говорит, к Израилю, там, чтобы наладить какие-то отношения, или выяснить отношения, не знает, но, в всяком случае, к чему-то такой вот интерес появляется, и вопрос возникает, так что же, что-то в общем есть в кенезисе, что ли, тюрк и еврей? Ну, вот, да, хотелось бы узнать, собственно, почему так, такой вдруг проснулись, или просыпается, что ли, народы, и вдруг начинает искать. Кстати, тут вот, вспоминаю, на память приходит высказывание уважаемого академика Дегматулина, Роберта Скандалевича, который, значит, будучи здесь однажды, здесь, я так часто приходил, он сказал, что, ссылаясь на ДНК, было, значит, исследован ДНК тюркских народов и угрофинских. Оказалось, ведь, он же пишет, что там оттуда, с этого, значит, алтаистика, там на Алтае и угрофинские племена сидели, и тюркские племена сидели, и якобы, показания очень близкие в составе ДНК угрофинов и тюрк. Ну, вот эти вот три, вопросы, значит, которые для меня остаются, так сказать, в поле зрения, я хотел бы дальше, ну, поскольку автора нет, поэтому обращаться я не знаю, кому он истанется. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ зачитывали первые млитвы, и читает, бю-ю-ю-ю-ю-ю. И вдруг И за часовой передачу четыре раза. Я не поверил себе. Приехал в Москву, опять передача. И опять его слушал. Теперь обиделся. Действительно, в древних первых молитвах текст на татарском языке. И об этом Мурат Аджи очень чётко пишет, что первые молитвы были на тёрстом языке. Так, ещё желающие. Вот ещё девушка хочет. Добрый вечер. Я послушал выступающих, не собирался выступать, но хочу сказать. Мурат Аджи и Марину мы знаем давно. Замечательные творческие люди. Она настоящий спутник его по творчеству и по жизни. Что не делает он, доделывает она. И потому что в таком тандеме они дружно и счастливо до сих пор живут и творят. А я хочу немножко сказать о его творчестве. В прошлом году проводили юбилейный вечер, посвященный 20-летию его творческой деятельности. С большим успехом. С большим успехом в этом зале прошёл. Зал был полон. Собрались все тюрки России, мне кажется так. И прошло такое вот единение, духовное единение. И по результатам этого собрания я писала в своё время статью. Я написала Путину от Мурата Аджи национальная идея. А в чём заключается национальная идея? Вот исходя из творчества, зачем он копает историю? Зачем он до сегодняшних дней болеет этим и пытается нам как бы наставление дать вот эти высокие посылы. Высокие посылы о нашем племени, о нашем роде, о нашей истории. Для того, чтобы мы сегодня объединились, для того, чтобы выступили в общем фронте. Такие люди, как Мурата Аджи, это пассионари, как по Губелёву мы скажем, да? Они рождаются редко. Не каждое поколение рождается, такие герои. И он стал уже, знаете, носителем нашей тюркской цивилизации. Я даже не удивлюсь, если будет создан фонд исторического наследия имени Мурата Аджи. Потому что есть ведь тюркская литература высокая, вот сейчас в последнее время славянская очень поднимается. Но если мы не будем поднимать дух своих вот таких гениев, то мы и сами останемся ни с чем. И еще хотел сказать, вот эмоциональная идея о чем говорилось? Чтобы мы заявили о себе. Мы же коренные жители России, да? Оплод России. Ну что без нас русский народ? Я очень уважаю русский народ и русскую культуру. Я в ней выросла. Я в ней даже разбираюсь больше, чем в своей татарской культуре. Не было возможности. Ну да, может быть, надо было больше времени уделить, но быт заел. Это приношу свои извинения, в этом я сама виновата. А когда сейчас с внучками встречаюсь на каждом шагу укором в свою национальность, в свою религию, меня это просто дискриминирует, просто возмущает. Мне каждый раз указывают, да, негласно, негласно указывают. То написано в литературе «поганые татары». Ко мне приходит внучка и говорит, а почему поганые татары? Почему поганые? Как мне маленькому ребенку объяснить, что мы поганые татары? Что они там где-то в истории. Это трудно детям объяснить. Прихожу в медицинскую школу, тоже приношу музыку, чтобы дети с детства учили, потому что времени на изучение национальной культуры не остается. Ближе, ближе. Да. И вот прихожу к учителям. Я для них открываю Яхина, Батышину. Они в советское время жили. И сейчас они знают таких великих композиторов. Но это засло... Это им не ставится в укор. Это ставится в укор нам, потому что мы бездействуем. Сидим каждый в одиночке. Нас каждый в одиночке давит. И когда сегодня меняется политика, ну я хочу сказать, в воздухе все-таки витает. Что-то изменилось. Единство – это идиот. Но идет через какую жертву? Какое жертвоприношение на Украину? Через какой молох войны надо пройти, чтобы сейчас наше правительство заговорило. Оказывается, мы народы единой страны, и оказывается, у нас есть еще другие народы. Вот хочу отдать Советскому Союзу. Там хоть особо не расцветала культура, но каждая нация делала своего идола. Правильно? У каждого народа был свой герой, свой поэт, свой композитор. Знали. Я знаю, в обеденное время, все время татарские передачи крутили. Или крутили на языках народов России. По телевизору были часто передачи по национальной культуре, фестивали были. Вы не можете, мы с этим жили, правильно? И по культуре показывали. Потом было забытье. Потом было намерение построить этно-государство с этно-нацизмом. А вот сейчас, когда такие жертвы принесены на Украине, наша руководство обратилось к нашим корням и говорит, у нас тоже Турки, у нас тоже татары. Все это здорово. Теперь видите, Турский фестиваль, татары пляшут, дагестанцы пляшут, все хорошо, да? Вроде бы кажется, но меня беспокоит другое. Вот эта стратегия общая, она не изменилась. Ведь стратегия какая была у нашего правительства, да? Она была построить моногосударство, этно-нацизм. Одно государство, одно религия, один руководитель. Но мы с этим не согласны. Я внутренне с этим не согласна. Я не знаю, как вы. Меня это каждый день возмущает. Просто дискриминирует. Наверное, во мне жил советский имперский дух. Мы там были все равно. Хоть что-то давали делать. Я не говорю, что на равне с русской культурой, но хоть что-то давали. А сейчас-то вообще ничего. И православие идет прямо огромной доминантой впереди всех. Ну, это же невозможно. Церковь в каждом доме. Нет, вы понимаете? Но есть этнодемократия, да? Когда одно государство и много наций. И вот это наша форма, за которую Сафар осудили. А у нас строят этно-нацизм. А стратегия у них все равно осталась. Теперь они дают вам прыгать и плясать по татарски, но все равно в духе православия. Вот этот православный котел, он меня просто возмущает. При всем терпимом отношении. Я уважаю всех религиозных людей. Всех верующих людей. У него очень много друзей. И православных, и иудеев, и искренне верующих. Мы все за одного Бога. Но зачем тогда нас делить? Вот Мурат Аджи заложил крепкую основу. Он просто вот из этой истории выкапывает, выкапывает. Посмотрите. Вот когда первый книг я прочитала, я говорю, он поднимает имперский дух в народе. На все время давит, давит, давит. Вы не такие, вы не сякие, вы не так поете, не так пляшете. А мы все так. Я не хочу против своего государства. Я житель своей страны. Я гражданин своей страны. Но я хочу так, чтобы меня тоже уважали. И не дыркали пальцем. А то идет учитель на уроке рисования. Моей внучке говорит, храмы России рисуем. Можно мечеть? Ну маленькая, не знает, что, какое положение в России. Нет. Только православие. Вот они приходят, эти кресты зачеркивают. Но мне это неприятно, и объяснить мне это невозможно. А когда психика в таком раннем возрасте уже сломана, надломлена, ей надо обманывать, чтобы почувствовать себя настоящим человеком. Мне это неприятно. И хожу, то к учителю пойду, то заучу пойду. Я не надо личностное отношение к религии учителя переносить на учебный процесс. Ну хорошо, люди воспитаны еще в советское время, они это понимают. Этого не делают. Но сегодняшнее поколение, ну просто на каждом шагу встречается, просто разочаровывается. Но я хочу жить достойно в своей стране. И вот за эти идеи, которые выкапывают, возбуждают муратаджи, вот вечная ему слава. Поэтому спасибо большое за такую пронациональную речь. Спасибо. Спасибо, Дина. Мы все болеем, у нас много острых проблем. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Я представлю сейчас. Я не собирался выступать, простите. Потому что я хоть и ученый, но я в последнее время был политиком. И являюсь политиком. Поэтому мне как-то не хотелось здесь нарушать такую единую систему. Моя фамилия Кудусов. Эрик меня зовут. Я председатель правления землячества крымских татар. Я крымский татарин. Спасибо. Ну вот. Поэтому, несмотря на то, что я ученый, но я крымский татарин, и я вынужден заниматься последние годы только политикой. Потому что крымские татары – это народ-изгой. До сих пор, начиная с Екатерины Второй, кульминация была при Сталине. Сейчас все возвращается на круги своя. Сталинизм начинает поднимать голову и крепчает. И я вынужден поэтому заниматься не только своей историей, но и политикой. Только что я вернулся из Турции. Там был круглый стол. Вот такой вот, примерно круглый стол. Организованный Европейским Союзом Национальных Меньшинств. Мы, как народ репрессированный, туда были приглашены, в Европейский Союз. И, естественно, я ездил по приглашению этого Союза в Турцию. А в Турцию – это просто место для встречи. В Турции просто удобнее ехать. Туда не надо брать визы никакие. И туда можно ехать, просто имея заграничный паспорт. И все. И вот Европа поэтому там организовала вот этот круглый стол тюрков Европейского Союза Национальных Меньшинств. Кто конкретно там были? Ну, в основном это, конечно, были вот репрессированные народы. То есть в Советском Союзе было репрессировано 14 народов, а 2-3, вернее, народа не были реабилитированы. Среди этих трех народов были, значит, крымские татары, месхитинские турки. Это два тюркских народа. И еще не были реабилитированы поволжские немцы, но они не тюрки. Поэтому пригласили только вот эти народы. И я там был представителем не только крымско-татарского народа. Ну, я как... Они прекрасно знают, кто я по происхождению, поэтому мы там с Чубаровым встретились. Чубаров, я хочу вам представить, Чубаров это теперешний председатель Меджелиса крымско-татарского народа. И его выгнали из Крыма и запретили ему вообще поселяться... Приезжать даже в Россию, не то, что поселяться. Крым теперь Россия. Он со своей родины не может вернуться на свою родину так же, как и Мустафа Чемилев, бывший председатель Меджелиса. Вот. И там мы, конечно, вместе с Чубаром выражали волю нашего... Не волю, а судьбу нашего народа. Вот. Но... Вот эти вопросы... Судьба крымско-татарского и месхитинского народов, месхитинских турб, так они называются, вот там и разбиралась. То есть я хочу вам сказать, что Европа, в отличие от России, заботится об этих репрессированных народах, а Россия их давит. Я могу это подтвердить буквально фактами, потому что мне, как одному из лидеров крымских татар, все время идет информация из Крыма. Там, например, вот до такого, ну, ужасного, смехотворного доводятся такие вот факты. Ну, например, вот сейчас там выступают по телевидению, там, по радио и так далее, о том, что... Кто является коренным народом Крыма? Оказывается, крымчаки и... Вот... Караины. Караины, да. Вот. А крымские татары нет. Они не коренной народ. Хотя давно всем известно, что крымские татары это симбиоз всех народов, которые стали, ну, пришли в Крым со всего мира, можно так сказать. Да. И они, и они это говорят, для них, для всех, и них был, стал, вернее, чурнский язык родным. Родным, родным. Потому что у нас, если раскопаться до самых основ, то там по происхождению и греки, и итальянцы есть, и кого только там, и годы, и так далее. Но все они потом стали называться крымскими татарами. Или тюрками. Крымскими тюрками. Турки, например, так и говорят. Вы не татары, вы тюрки. Это у них такое вот убеждение, что крымских татар не существует, есть только крымские тюрки. Вот. Но это уже детали. Так вот, я просто к чему хочу сказать. Здесь много говорили о исторических корнях и прочее. я как политик последние два года, 20 лет вернее, последние 20 лет все время по Европе. Ну, разряжаю. Почему? Потому что нас приглашают в разные государства. Там у нас обычно происходят съезды. Так вот, однажды я пришел в музей, это музей Дворец Дожи, это в Венеции. И там... А Мурат Аджим у нас вечер-то вообще-то а не политиками. Спасибо. Хорошо. Я не буду о политике говорить тогда. Если я только о Мурате Аджим, ну, могу сказать, что Мурат Аджим мой царый друг. И он, когда написал свою первую книгу, он прежде всего ко мне обратился. Говорит, я говорю, надо это размножить книгу. Я говорю, хорошо, поехали в Крым. И мы пошли к Мустафе Джимилю и сказали, вот, я его представил Мурата. Книгу Мурат привез тогда как раз в Крым. И Мустафа просто сказал, выдайте ему деньги, столько, сколько стоит эта книга. И все. И Мурат не занимался распродажей этой книги. Он просто получил деньги и отдал эти все книги Мустафе. Вот, что, например, было связано с Муратом Аджи. А если вы не хотите слушать того, что происходит с тюркскими народами, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эрик, вы не должны обижаться. У нас программа немножко, мы дали людям выступать. Оказывается, у нас ограничение по времени. Мы должны здесь быть только до 17 часов, так нам сказали. Поэтому надо подводить некоторые итоги. Я хотел сказать, что, еще раз обращаюсь к вам, уважаемый кунтус, дело в том, что настолько проблемы, поднятые Мурат Аджин, большие, что они выплюскиваются по ширине всего, так сказать, террорского мира. И поэтому ту боль, которую вы высказываете, то, что высказали присутствующие, они понятны. Проблемы очень большие стоят перед нашим миром. И, наверное, нужно еще раз и еще раз собираться и обсуждать, и продумать нашу стратегию выживания на будущем. Два слова я представляю нашему организатору. Мурат Аджин, Мурат Аджин, Мурат Аджин, во-первых, рассказал, что на все вопросы он ответит. Потом я хотел бы напомнить название нашего прошлогоднего мероприятия, идея, который выдал Мурат Аджин, это «Единый народ единой страны». Вот если мы будем изучать эти книги, будем заниматься действительно историей, в настоящем, то мы поймем, что мы все родственники. Это борьба, значит, то, что сейчас идет, борьба на Украине, там и так далее, это борьба между близкими и родственниками. Мы сами себя уничтожаем. Во имя чего? Вот вопрос. Значит, мы, да, здесь вот крымский вопрос поднялся не к месту, я считаю, потому что нельзя говорить только в негативном свете. Значит, я хочу напомнить, нет, я хочу напомнить, что в Крыму, значит, государственный язык сейчас, крымский язык принят, официальный, так? Вы говорите, что они репрессированы. Нет, он существует. В школах, в школах, значит, ведется обучение на крымском языке для желающих, так? Только, как мне сообщил вот недавно приехавший из Крыма этот самый, как же его, Сергей Джанат Маркус, да, вот он сказал, что крымские татары с большой неохотой записываются на крымский татарский язык. Мало изучают, это процентов 5, так? Не пропаганда, значит, музеи оживились, бахчисарайские музеи и так далее. Может быть, это пропаганда. Теперь, я хочу напомнить, что 18 мая мы провели митинг здесь, в Москве, как раз посвященный дню депортации. И мы выдвинули резолюцию, где было сказано, что Россия должна направить туда своих общественных наблюдателей. К сожалению, этот вопрос саботировался как раз представителям Межриса. Сейчас, стоп. Я объясняю одно и то, нельзя же так молчать. Ничего не надо. Все. Значит, этот вопрос, это сам не решился. Да, в Крыму сейчас имеются нарушения прав человека, так? Имеются различные там нарушения со стороны полиции. А кто за этим должен наблюдать? Сейчас, где общественные наблюдатели, где данные? Понимаете, эти данные надо поднимать, об этом надо кричать во все стороны и везде. А то, что как нарушались права при украинском правлении, тоже есть немалая информация. Только это почему-то скрывается отдельными лицами. Поэтому к вопросу с Крымом давайте мы отдельно поговорим и решим этот вопрос где-то на другой площадке. А сейчас нам надо свои исторические корни поднять. Поднять и сохранить. Вот и самое главное. И всем большое спасибо за то, что сюда пришли. А как-то, чтобы книги от Джимурата как бы легли, стали учебниками истории в России. Ну вот, это же самое главное. Вот это историческая концепция России. Вот ради чего мы здесь и боремся, понимаете? Когда было вот в Яблоке собрание, посвященное вот истории России. Вот учебник истории, он стал политическим учебником. Вот. Мухаммад Ахандин, можно это самое, не перебивать. Значит так. И вот там, значит, что получилось? Значит, вот Яблоко предложил, давайте историю России 16 века рассматривать. Так? Потом вот, вот, мы тут выступили, как раз профессор Афанасьев, известный, правозначим, он сказал, что история России должна рассматриваться как минимум с 5 века до нашей эры. Вот тогда будет верно. Недавно были мы на конкурсе, это называется, смиротворец, вот вручение наград. Вы представьте, замминистра культуры сказал такую фразу, за национальный русский, что там, русскую, за национальный русский мир. Вот это сформулировал министр культуры. Как может быть национальный русский мир? Это, вот это перекосы, это сейчас сидит в головах чиновничества. Но не думайте, что это можно устранить за одну секунду. Поэтому мы сами должны здесь работать. Все не перестроится в одну секунду. Вы поймите, никогда ничего сразу не делается. Мы взрослые люди. Вот. От нашей настойчивости, от нашей инициативы многое зависит. Надо просто быть дружнее, сильнее, вместе, сплоченнее. Я считаю. Все. Так. Все. Теперь. Сейчас, выночку. Да, хорошо. Да, хорошо. Да, хорошо. Давай, давай. Это будет вообще в памятник. В памятник. В памятник. В памятник. Сейчас, я минутку. Ведущему, слово. Минуточку, послушайте. Вот. Правильно здесь женщина заметила, что надо выразить какую-то идею нашего собрания. Очень много было мыслей, разговоров. Интересные были предложения, высказывания. Может быть, так, в основу просто включить, например, настоятельную просьбу, что предыстория России должна войти в учебники. Мы не можем школьников обучать по старой революционной программе. Все началось в 982-го года, по мере принятия христианцев и так далее. Это уже в 21 веке, так нельзя рассуждать. Второе. Может быть, составить биографию ученых, тюркологов, высоковедем, которые были в свое время репрессированы. У нас много таких. Вот в Средней Азии уже выпустили такую биографию. Надо нам тоже идти по этому пути. Третье. Все творчество Мурата Аджи – это огромный труд. Он сделал работу за несколько научных коллективов. И здесь вырисовывается такая мысль, что его творчество должно построить основой для составления истории народов России. Не истории России, где о народах говорится так попутно, чтобы о каждом народе были отдельные книги. Истории народов России. И последнее, может быть, вот говорили о фонде. Фонд есть, он называется Джарган. Но, может, мы должны подумать о том, чтобы в будущем все-таки... Есть ведь фонд Гумилева. Просветает, издает, переиздает. Книги множество. Мы имеем полное право и основания для того, чтобы и учредить фонд имени Мурата Аджи. И следующее. Вот его книга, о которой мы сегодня мало говорили. Но она просто великолепная. Это энциклопедия всех наших знаний. И я, ну, скромно подумаю, но как-то эту книгу выделить на Тукаевскую премию. Или еще какие-то. Мы видим всякие бухеры, антибухеры. Я пытался некоторые книги читать, но не производим впечатление. А этот важный для нас вопрос должен быть отражен в виде признания его трудов. Выдвинуть его книгу «Приношение Тюрка» на премиум. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас, милочка. Сейчас у нас слово нашло. Пока второй круг не закончился, у нас будет сейчас чай и пить. Чтобы продолжение все-таки, чтобы тюркские блюда, мы приготовили кумыкскую национальную еду. Там кабахчуду и бушлагчуду. Чтобы попробовали, посмотрели. Хоть сегодня здесь говорили много о татарах. У кумыков чеченских, брагунских, есть такое выражение. Адьялана, а яхла горят арт. Чтобы русская история напоминает то, что когда тянут, голову закрывают, ноги наружу. Мы все это понимаем, но за один день все сказать не можем. Но, тем не менее, я думаю, мы все сделаем, каждый правильный вывод. Проглашаю кумыкскому людям. Есть чем гордиться. Уважаемые друзья, мы должны поблагодарить от всей души нашего замечательного Гаяра. За то, что он организует в который раз просто великолепные вот эти вот наши встречи. Взял на себя просто титанический труд. Каждому обсванивает, каждого приглашает. И ведет просто неповторимый, уникальный сайт МТСС. На котором можно всегда найти самые свежие новости тюркского мира. Гаяр, рахмад бекюб, ялегем. Аллах, дай ля, яблокасын. Аллах, дай ля, кемель, зининнад, изнасану жигнэ. Вот я бы хотел сказать. Историю изучать надо из тюркских государств, которые были организованы до наших веков. Вот в 4-5 веке было организовано тюркское государство, тюркский Каганат, потом Хазарский Каганат. Вот с этих надо изучать, почитать историю. Они с 962 года к Киевской Руси. Киевская Русь, Каганат, уже не имеет никакого отношения. А Хазарская Каганат имеет отношения на земле, золотой охлебный завод с Атласия. Как называется? Как называется блюдо? Блюдо, давайте. Говорите, цыптулеги. Бушлагчуду. Хабахчуду. Кумокские блюда. А вы, где? Бу, бзятны, татар блюда. Татар блюда. Так. Так, где бестабар? Чак-чак у нас... Чак-чак такой же, да? Чак-чак, как круглый он где-то был. Куда его делали? Ага, ага. Ага, чудово. Чудово. Молодцы. Это еще надо калмыкским чаем пить. По сожалению, калмыкского чая нет. Мы пьем кумыки с солью, перцем, топленым маслом. Как казаки, да? Нет, казаки, как мы. Наоборот. А, извините. А где ваше блюдо? Вот они. Вот это и вон то. Это... Бышлак. Бышлак. Всем приятного аппетита. И там кабак. Чудово. Ага. Это татар. Это... Чудово. На всех направлениях. Вы знаете, не политическое, не экономическое. Вы же экономист, да? Нет, я физик. Вы физик, да? А вы, по-моему, говорили мне что-то... Нет, нет, нет. Вы вообще чистый физик, да? Я физик. Доктор Тихоновский. Ну, по-моему, я очень понравился. Ну, мне хотелось бы иногда там получать, что называют... У вас фердинады есть хотите? У меня есть ваша служебка, и обязательно вам там... Старые, наверное, у вас везетки, нет? Ну, береги, пожалуйста. Стоя, пугморода, курочный кмор. Да? Пугморода, курочный кмор. А, я бы, да. Да. Ну, все там записываем, на это берут все. Вот с этой стороны заходите, пожалуйста. Вот с этой стороны. С той стороны. С этой стороны с 7-ми, с 7-ми. Ага. Позвольте. Ага. Приятного сюда. То есть вы перевороты не задерживаете? Вот нас перевороты. Вот нас перевороты. Куда они перевороты? А, что переворачиваете? Сделка, но с обменем, а в артипе просто более тайные ассоциации. Виктор Шаршалевшин? А да. Ага. Ага. Гарантия. Гарантия. Адвокат уже прослушал, Слов пошел. Это лучше предупредить Махагатову, чем пока. Гарантия. 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 Но в России мы с ним говорили, что в Турции и в Штаты, в Турции. Но они уничтожили. И Хады теперь... Возьмут, они, мы уже забили давно. Мы Хады тоже отправили в Турцию до Европы. На полу, на солнечнице. Мы тоже отправили в Турцию до Хады. Агархат потенциаленегрирует нам и выселит Агарху. Вынудит. Моя касярка, моя касярка рамы. Я рамы давит, но Агарху проталов, что он мог. Вот на счастье. Но я, наверное, касярка вошел. Агархат, я не знаю, что он не знает. Как же нужно обозреть на Ардуганна? Ну, Ардуганна, и мы с ним дарим, где-то так. Игром Бронля, вот те. Ну, да, Агархат, да, касярка, да. Ну, надо посмотреть. Ну, давайте. Мы без заданий беряйдем это самое? Азбархат, да. Гая, я побоюсь, что ваша не знаю. Азбархат, да. А давайте с ним истанем. Гая, Гая, иди сюда. Гая, иди сюда. Давайте все вместе встали. Быстренько, быстренько, быстренько. Фото на память, давай, давай. А кто нам потом передаст эту фото? А почему? А ты как это? Я сейчас возрасте беру. Уже шесть, да? Я никого не ставлю. Ну, ты готов где-то, где марчал-то? А еще двадцать пять минут. Ладно, дай я тебе. Плотнее, плотнее вставайте, плотнее. Плотнее вставайте. Орлы впереди присели, орлы. Орлы присели. Кто за единение тюрков? Да, да, да. Опа-да. Кто не боится пантюркизма? Сюда. Так. Орлы присели, орлы, орлы. Я не орел. Большой орел. Стараюсь. Ой. Он где-то просил, он? Какая-то без меня. Давай-давай-давай. Здравствуйте. Ильяна. Так, секундочку. Куда не видно Каязы? Каязы не видно. А, затянили. Давай сюда. Так, ждем вас. Без вас не начинаем. Ну, давай-да-да. Да ладно, оставь это хорошая шаль-то. Шаль, хорошая. Хорошая. Да, шаль, шаль, шаль. Это же Шульженковым батарея. Забыли, что ли? Нет. А город Пушкин игнорируется русский мир, да? Да. 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 Ну, плотнись. Вы как-то так развернулись, ребята. Не влезьте все. Впереди кто-нибудь. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть подальше будет. Не, ну, чуть-чуть. Сяду Широко. Широко встали. Широко, широко. А куда мне встали? Все встали. Лицо прятят. Наконец-то надо. Наконец-то. Так, ладно. Я как раз у тебя. Это не наибирал. Хорошо. Все для вас. Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас поменьше, где он свет. Вот. Отраженный свет. Слушай. Салям алейкум. Рахметулла. Баракату. Откуда вы взялись здесь? Из Дагестана. Какого? Лизгин или варцы? Кумыки. Да? Да. Будете танцевать? Я лично. Ну, как плохо-то. А я так надеялся, что будет танцевать. Все. А вот и тут люди из Дагестана. Кумыки. Лучшие в мире. Кумыки. Она ждет гостей. Она приглашает своих артистов. Артист задерживается. А ну все хорошо. А пока я так не знаю, потому что я и в зале буду. Залой не знаю. Залой не знаю. Залой ум – нет. Проходите. А слеп получается? Я убрал. Видите, вот это. Продолжение следует... 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 Да, да, да. Их не халоват есть. А? И у русских там же. Или там, допустим, дитю, дитю. И у битвы. Политика? Политика, да, да. Это шаблон. И шаблон. И шаблон. Вот нас. Ну, ради бога! Для хорошего человека! Ну что, все лезутся за праздник. Все лягец, знаете, биген быламанда. Да, биген быламанда, тюрк фестивале, тюрк халклар мандажи, лышал арбитеныша, в избайлаген кёрсателер бисли халыка. Тотенаги бис, бирлешерга, ти есберге, бирге, бирге, жалпу дэвляты, тюзер ген керяк бізге. Мурата Цинынгик мисжылыган, да, мандаж начет, бис Мурата Цинынг Idакытлыбыс гиречек мисжылыг билен. Гаргабэхэтлик, савлык, тэлеп. Вот мандажатну вторган Мурата Циныгган, он, да, мандажигискасар, да. Биг, якши. Да. Ага. Мы крепко общаемся, я же в основном пока с моей работой помогу, как бы на свое общение больше степени. Это я фактически первый раз пришел на нашу игрушку. Он очень популярный человек, он может сказать, что он последователь Милевской школы. Я понял, мы общаемся. Мы что-то говорим. Да, хорошо, можете? Вы можете в телефоне. Возможно, это свет нет. Это немцы так направляют. Ае, ае. Да, конечно, а так что, я выступаю, потом еще кто-то. Я тебе подсветил. Спасибо. Угу. Салям алейкум. Салям алейкум. Салям алейкум. Салям алейкум elaborал. Слушай, я извиняюсь.